Татнику, сыну своему духовному, притом необыкновенно послушному. Тимофей появился на духовном небосклоне апостола Павла не сразу. Рядом с Павлом были великие сотрудники, 12 апостолов. И вот появился юноша, полукровка. Не чистопородный еврей. Как уж так получилось, что еврейка вышла за елена. Это запрещено было законом. А вот плод оказался превосходящим самих евреев, самых чистопородных. И он ни на шаг не отходил от него. Благодаря этой любви и особой заботе апостола Павла о своем возлюбленном ученике мы получили два драгоценных послания. Нигде больше в Библии не написано то, что в этих посланиях. Как себя вести, как молиться, на что обратить внимание, как одеваться, что руки надо поднимать. Это все мы узнали здесь. Из этих посланий к одному человеку. Большие церкви, такие как колоссов, они получили меньше наставлений, чем один человек, конкретная личность. Как рукополагать, как избирать в диаконы, в пресвитеры, в епископы. И этими письмами церковь Христова две тысячи лет пользуется как конституцией. Какой же он блаженный был, Тимофей. И он удостоился венца, такого же, как его учитель. Он шел на все опасности. И Павел говорит, никого рядом со мной не осталось. Один Тимофей. И этому Тимофею он дает наставление. Вот сегодня бывает такая же дружба между епископом и священниками. Или диаконом. Что они пишут им? Чадо, помни, и тоже будет дальше говорить слова. Но какие? Похожи на эти или нет? У меня там есть духовные дети, ты их исповедуй, тайно причащай. Обязательно будет исповедуй и причащай. Ни в одном послании у Тимофея этого нет. К Тимофею. Сразу начинает, проповедуй сие и учи. Я не могу не говорить об этом. Слово из песни не выкинешь. Он сразу начинает, одиннадцатый стих. Проповедуй сие. Вот что я говорю, сие означает эту. И учи так, как я учил. Павел однажды сказал, учителей много. На образец дал я. Даже как-то неудобно, как сегодня так скажешь, что ты себя выпящаешь, вот ящество какое. Все ты на себя говоришь. А у Павла ничего не было. Он осмелился сказать слова, которых не говорил ни один человек до него, ни один пророк. Подражайте мне, как я Христу. И мы так привыкли к этим словам, у нас принимается как норма. Но тогда-то были люди живые и говорили, за кого он себя выставляет. Другое дело, Петр ходил, пил, ел. А этот крошил на мелкое всю церковь. Выжигал до тла, мужчин и женщин влачил. Палач, изверг, он так себя и называет. Извергом. И вдруг он говорит, подражайте мне, как я Христу. Ты что, Христос? Он говорит, и смотрите на тех, которые поступают по нашему образу. И вот он, Тимофея, говорит, учись, учи, проповедуй. И дальше будь образцом для верных. Ну в чем образцом? И начинает говорить, а мы там были, служили. Вот по Яну Караштадскому с другими его не сравнишь. Однако подчеркивает, что он каждый день служил литургию. А литургию священник может служить тогда, когда с женой не спал накануне. И отсюда делает уже косвенный вывод, что он жил с женой, с телесоветой своей. Как с сестрой. И это уже во главу угла ставят. Хотя не о том, что жить как с сестрой, нигде в Писании ничего нет. А вот это, что Ян Караштадский проповедовал. Я говорил же об этом. Его упрекали. Почему у тебя БМВ, такая машина? Тогда были рысаки. Черные рысаки у него были. Как молнии летали, говорит. Его батюшке упрекали. Ну хорошо, лучше шассам на каких. Он говорит, я бы пешком ходил, но я не успеваю за вами окаянными доделать, что вы не доделали. Если бы был в то время реактивный самолет, я бы сел на него, чтобы за вами успеть подобрать все, что вы наломали здесь. А вот это-то как раз и скрывают батюшки сегодня. Потому я и делаю общую исповедь. Да может быть, что вы их не принимаете. Вся Россия ко мне стекается, вы не учите. Вот надо договорить дальше-то. Я каждый раз говорю, что крытая завеса, мы везде сделали тайну. А тайна это в руке одной женщины было, и написала тайна в откровении. Не отсюда ли все названия секретарей, секретары генеральные, везде. Это все из одной чаши идет. Соделали тайну, которую Бог расшифровал, придя на землю. И явил себя, и написано, раскрыл тайну, сокрытую от веков. Тайна раскрытая. А ее две тысячи лет заново зашифровывают под ту же непонятность. И далее, говорит, будь образцом для верных в слове. А ведь он бы мог сказать, будь образцом в милостыне. Ты все раздал, Тимоша, у тебя ничего нет. Пусть подражают тебе. Нет в слове. Тимофей молился непрестанно и сказал, подражайте Тимофею в молитве. Нет. Ты будь для всех образцом, чтобы на тебя смотрели, батьки-то, и учились проповедовать-то. Не гроши собирать за крещение, освещать машины. Вот как будто бы набрали одних каких-то златолюбцев. Уж патриарх, ну совсем бы сказал, недуховный. Я считаю его абсолютно духовно нерожденным, современного патриарха. Но и он говорит, посмотрите на корресолюбие священников. Что они делают? И сколько выступало за это освещение машин? По одному, по два процента брать за освещение от стоимости машины? Холное безумие. Мертвого как липку обдерут. А он говорит, будь образцом. Ну а что такое образец? Это эталон. Ну непонятно. Пример. В слове. И вот найти бы нам, где эти проповеди. Он раз дал ему задание, наверное, выполнил. Но почему-то нигде нет посланий Тимофея. Варнавины сохранились. Климентовы есть. А Тимофеевых нет. Будь образцом. Я хотел бы быть последователем вот этого совета. Но их нигде нет. А тогда я беру выше. Но если быть образцом, значит, он подражает учителю своему. Слава тебе, Господи. 14 посланий Бог сохранил. Хотя явно, что было больше. И об этом мы находим в двух местах Писания. Что Павла писал. Послания были утеряны. Это Коринфянам их три было. Там Колоси напишет. К Ладий Кейцам он писал. И потом 13 стихом говорит так. Доколе не приду. То есть задержусь. И чем ты занимайся? Там храмы строй, монастыри освящай. Престолы освящай. Антиминцы готовь. Свечетки. Ну что-то пониже. Ни слова не говорит. Чем он должен заниматься? Я не приду. Я обещал прийти к Пасхе. Но я не приду, если не приду. А время-то пустое у тебя будет. Ты, может, не знаешь, чем заняться. Это к нам тоже он говорит. Иногда свободное время выделилось. Занимайся чтением. Запятая. Ну, похоже на сегодняшнее. Вот епископ так бы написал Престфитеру. Будь образцом в проповеди. Да ни одному никогда за 2000 лет не сказал никто. А за 1000 лет православие на Руси. Я читал послания какие-то умирающие. И говорит. Я умру. Вы обязательно память мою творите. Вот все заботятся о памяти. И я буду исцелять их. Земельку у меня возьмите с могилы. И обязательно, чтобы были маковые пирожки. Такая уж эта важность. И неугасимая лампада, чтобы горела. Это в житиях святых. Но я их знаю, в житиях святых. Ну, может быть, это и важно. И я люблю маковые пирожки. Ну, есть же что-то важнее. Будь образцом в слове, в проповеди, в учении. И занимайся чтением, запятая, ну, набрался ума, прочитал. А потом наставлением. Раз набрался, тебя перехлёстывает через край. Потекли реки воды живой. А потом учением. Это одно и то же. Раз у тебя есть, значит, ты раздашь другим. Занимайся этим постоянно. И далее, стих 16. Его надо всем выучить наизусть. И занимайся этим постоянно. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Вникай в себя и в учение. Всё время делай сравнение. И вот так поступая, спасёшь себя и слушающих тебя. От обратного рассуждая. Так не поступая, не спасёшь ни себя, ни слушающих. И отсюда я вижу, что спасённых намного меньше, чем нам говорят. От неканонизированных будет намного меньше, чем сегодня нам их наканонизировали. Вот я вчера, может, я глухой, плохо слышал. Вечером читали канон, кажется. Новым российским мучеником. Агафангелу, кажется, Ярославского упоминали. А это всё пришло позже. Церковь знала, Климента Анкирского упоминала. А да его никто не знает нигде. Я спрашивал, где-нибудь храма Климента Анкирского есть. А кто это такой? Меня батюшки спрашивают. Анфима Никомедийского не знает. Это я их в свет вывел. Я. Читая, начитывая жития святых, я нашёл это. Написано. От создания мира ни один человек на земле не страдал столько, сколько Климент Анкирский. Ни один. И сегодня, 5-го числа, память его, то есть день его кончины. Церковь отмечает не день рождения. Это мы все обманываем сами себя. Церковь отмечает день рождения всего не более как у четырёх человек. Это Божья Матерь. Ну, не считая Иисуса Христа, Рождество Христово. Рождение Богородицы, 21 сентября. Дальше. И Иоанна Крестителя отмечает. То есть, на одной руке можно так. А остальные все, да, тут, в честь кого мы назвали, это день отшествия. Ибо день смерти лучше дня рождения, Соломон говорит. Церковь отмечает не день рождения. Это Иоанн любит отмечать день рождения и рубить голову. А церковь по этим головам отмечает уже день восшествия на небо. Память святого, это его отшествия с земли. Климент Анкирский. Хотя бы немного о нём сказать. Я большой материал о нём включаю, если Господь позволит, в следующую книгу, 15 том. Он у меня очень быстро набирается и, видимо, будет издан. Думаю так. Память его незабвенна. Если он действительно сегодня в книгу Гиннеса был бы внесён, сказать бы, кто больше всего страдал. Однозначно. И так в житии написано. 29 лет не тюрьмы, а страданий и мучений. Непрерывных мучений. У него, говорит, клетки тела прежнего не было. Всё заново наросло. Царей пережил пятерых. Там 11 правителей. И это было как чудо. Его возили из одной в тюрьму другую, чтобы посмотреть на него. И вот в этот день в алтаре отрубили ему голову. Чудом Божьим вышел из тюрьмы, хотя не был освобождён ни амнистией, ни помилованием. Отпустили послужить. А в это время вслед были посланы воины и его убили. Климент Анкирский. Он памятен мне тем, когда я считал, тоже нашёл. Не было ни одного жития, в котором бы столько времени уделялось в описании, как прощалась с ним мать. Он остался сиротой, когда в люльке был без отца. И 12 лет ему было, мальчишка, и мать умирала. Она целый день наказывала ему. Не написано, как она лежала. Я представляю, лежала она на спине. Ну, моё такое представление. Как она вздыхала, не хватало дыхания, молчала. И он стоял рядом и смотрел. И она непрерывно повторяла ему. Она не давала наказать, что, сынок, учись, будь человеком. Сынок, ты слушайся Софью, приёмную мать. Она одно только наказывала. Один наказ, и она его растянула на целый день. Может, тут же писатель Дмитрий Ростовский уже растарался. Но было же это. Но не на пустом же месте он стал таким великим. И она только одно просила. Сын, мне трудно дались твои роды. Я столько крови пролила. Стань мучеником за Христа. Отдай всю кровь за Иисуса любезного. Сынок, случаи будут, гонения будут, час нет, но будут. Сыночек, только не спрячься никуда. Выйди на арену жизни. Сын мой, проповедуй. За проповедь в первую очередь всегда берут. Сынок, я ведь на земле не видела никакого счастья. Я хочу быть счастливой на небе. И я буду там называться матерью мучеников. Мученика ко мне будут подходить. И будут говорить, это твой сын на земле поставил такой рекорд. Это он в стольких людей обратил. Сынок, смотри, не пропусти этот момент. Как начнутся гонения, чтобы ты уже был у власти на учете. И она весь день, весь день учила его. Я представляю, что она делала перерывы в своем поучении. Останавливалась. Она задыхалась. Это предсмертные часы. Ну как же тебя она могла вести-то? Такой же самый человек. И вот все ее, что она сказала, я помещаю полностью в книгу до строчки, до буковки. Чтобы матери учились учить своих детей. И он оправдал ее доверие. Сердце его пылало любовью. 12-летний. Он выходил на перекрестки, был голод. Детей выбрасывали родители. Может кто-нибудь подберет. Умирали от голода. Он их всех подбирал. А приемная мать София была очень богатая. И всех кормил. Кормил. Учил их. 12-летний. Приводил их к святому крещению. Это сегодняшний день. Обычно так говорят. И сегодня мы отмечаем день святой Татьяны покровительности всего студенчества. Она вас знать может не знает. Она бы отвернулась от вас. Блудливое студенчество. А вот наш храм в Новой Георгиевске. Это под покровительством Георгия Победоносца. Я не могу сказать, что наш православный лагерь сам потеряет. И нас, мучает священномучеников под его охраной. Это мое только желание. Он мне не дал никакой значимости, что взял под охрану наш лагерь. Нет этого у меня свидетельства. Но мы молимся ему. У меня даже тысячи долей процента нет, что он наш лагерь охраняет. Это наше желание было. Епископ утвердил. Лагерь вошел в реестр регистрации религиозных общественных заведений. Это все так. Это наше желание. Но мы молимся ему. Климент Анкирский. Моли Бога о нас. Сохрани наших деточек. Ты любил детей. И у нас дети бедные. И их ждут какие-то мучения. Тем более сильное сейчас пророчество. Прямо пророчество идет. Минимум через 5-6 лет будет война в России. Россия будет раздроблена. Америка его уничтожит. 5-6 лет. Этот материал я помещаю тоже в газете. Точные выкладки. Америка этот момент не должна пропустить. Потому что 1,3% земных жителей занимает русские. А владеет 30% природных богатств. Этого никто никогда не потерпит. И все они соглашаются. Как так? 5% американцев овладеет 40% удовольствия. Точно так и на нас. И самое главное противники у нас под боком. Они говорят, даже если с бамбуковыми палками придут 30 миллионов, нам уже от них не отбиться. Никакими атомными бомбами. А поэтому мы, уповая на Бога, знаем еще и такое, что у Бога есть сон святых. И у нас есть свидетельство из Ветского Завета, что они молятся за народ свой. Видели священника Онию, Иеремию, они молятся. И отсюда мы делаем вывод, что, может быть, молятся за нас и наши святые. У нас так принято. И мы молимся им. Мы приступили к сону праведников. Нет того, в Библии написано, что они спят там. Они вопиют и говорят, доколе, Господи, не мстишь за кровь нашу. То есть, они там молятся, что Бог наказал здесь безбожников, обратил их на путь спасения. Так написано. В книге Исход я хотел посмотреть, что значит слово-образец. 25 глава 40 стих. Где мы можем быть образцом и для кого? Смотри, сделай по образцу, какой я показал тебе на горе. Это слово повторено неоднократно. Мы не знаем, что он там видел. Моисей. Но неоднократно говорится. Будешь делать алтарь, сделай по образцу, который на горе. А гора пустынная пылала огнем. Опять. Будешь составлять составы, рукополагать. Смотри, как было на горе. Сектанты не могут этого сказать. Им ничего не было показано. Весь Ветхий Завет говорит, что наше учение основано на небесном откровении. Образец дан оттуда. Себа. Исход 26 глава 30 стих. Поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. Скиния это проба с церкви. Наша церковь построена была по образцу небесному. Ее не надо было украшать ничем лишним. И даже все купола, колокола. Колокола-то в 11 веке только появились. Их вообще никто не знал. А без колокола какая же сегодня церковь? Без проповеди нет церкви. Колокол, звучание колокола это напоминание о проповеди. Всего лишь только. Это образ. Это тень. Это призыв. В 4 книге Сарш 16.11. И построил священник Курия жертвенник по образцу, который прислал ему царь Ахаз из Дамаска. И сделал та Курия до прибытия царя еще. Это говорится о том, как народ израильский отступил, пока все еще было правильным, но царь связался с органами чужими. И там их скопировал, прислал чертежи и говорит, в храме сделай все, как я тебе прислал. Еще царь не приехал, и священник Урия был первосвященник, такой ревностный, патриарх тогда. Он все сделал как надо. То есть как не надо. А медное море, которое было на валах, он снял и поставил на каменный пол. Я подумал, что это означает. 12 валов, это ведь 12 апостолов-проповедников. На проповедниках моря медное, медный был большой чан, и в нем священники руки мыли. Это означали, народы мира на них стоят. Это крещение. Я подумал и неоднократно говорил, верующий человек, у веров во Христа, должен раздеться и войти в воду троекратное погружение. А сегодня стоит на метлажской плитке, на каменном полу, а лоб ему мочат. Это море сняли на пол, написано поставили его на пол. Свалов, с проповеди сняли, проповеди нет. Да прямая же расшифровка идет здесь. А этот первосвященник Куря, патриарх, если он когда-то шли, что он может делать? Он и слушает указания, какие идут от царя Ахаза. В Дианиах Апостола 7.44 говорится, что скиния свидетельства была построена по образцу, виденному на горе. Скиния, то есть алтарь, как Божий алтарь, священный алтарь, алтарь для священного служителя, как угодно. Я сегодня стал опять смотреть, может я ошибся, может она называется скиния сведения, откровения. Нет, она так и называлась. Но в Новом Завете вдруг ее Степан переименовывает, говорит, скиния свидетельства. То есть оказывается и сама скиния для свидетельства была. Свидетельство это величие Бога и Еголы. Какой Еголы сильный, могущественный, как он любит народ, а народ верный ему, который можно поставить образцом. И поэтому можно назвать алтарь свидетельства. Церковь свидетельства. И мы свидетели Еголы. Мы единственные свидетели Еголы в Барнауле. А остальные еретики или молчаны. В первом послании писал Никейцам 1.7 он говорит о людях, которые много жертвовали для церкви. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайе. Вера о них пронеслась до окрестностей империи. Я скажу, что о нашей общине знает очень далеко. Очень далеко. И это не только благодаря книгам и интернету, но благодаря людям, которые наши разъезжаются, свидетельствуют, кто-то у нас был. Мы кое в чем можем стать образцом. Не по поведению своему, а потому что проповедь поставили во главу. Библия во главу поставлена. Богослужение, чтобы понятное было. И вы стали образцом. И вот он пишет к Тимофею, Павел, сегодняшнее честнение. Чтобы ты был образцом для верных в слове. Давайте посмотрим, такие ли мы. Чтобы мы учились от слова. Павел говорит, чему научились от меня, не от авы какого пустынника. Но от меня. Пророк Иезекииль 5.15 говорит, и будешь по смеяниям и по руганиям, примером и ужасом для народов. Если не будешь делать, ты сделаешься примером от обратного. Я думаю, наша страна сегодня как раз является таким примером. Вот что Бог делает. С великим народом, который отступил от Бога. Который предал царя своего. Вот что будет и с вами, если вы не покаетесь. Мы сделаем образцом, как мальчик для битья. Иоанн 13.15. Господь говорит нам, я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Умыв ноги ученикам. И мы должны знать страдания, нужды ближних и омывать ноги. То есть то, что самое низкое. Прощать недостатки. Иоанн 5.10. В примере злострадания и долготерпения возьмите пророков, которые говорили вам. Опять пророков. И сказал бы пророков, которые жили свято. Нет. Которые говорили вам именем Господнем. Опять на первое место проповедь. И в новом завете образец пророки, которые не молчали, которые не скрыли, не убоялись. Но смело говорили слово Божие. Сегодня приготовьтесь пойти снова по квартирам, по домам. Свидетельствуйте, зовите. Мы не зовем нашу общину. Мы не утверждаем, что только мы спасемся, как все сектанты говорят или патриархия. Повторяю, что я считаю одной из самых позорных проповедей, когда люди говорят у нас спасение. Переходи к нам. А вы все еретики. Нет. Мы можем сказать, образец дан нам апостолам Павлом и дан к вам в первоапостольской церкви. 1 Петра 5.3 дает пример, как священникам себя вести. Какие священники должны быть образцовые. Чтобы они не господствовали над наследием Божиим, но подавали пример смирением, бедностью. Во 2 Маковейской 6.28 считаем, дал пример о том, как пренебрегать смерть. Ему была возможность человеку уклониться от смерти, спрятать. Он говорит, нет, я желаю умереть и дать образец молодежи, чтобы они подражали этому. В послании к филиппийцам 3.17 подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образцу, какой имеете в нас. И, конечно, в первую очередь верности Богу и проповеди. И к римлянам 8.29 он предопределил нам, назначил быть подобными образу сына его. И когда Павел говорит о том, чтобы мы были образцом, то давайте и выше посмотрим. Не только Павлу, а в первую очередь образец для нас наш Иисус Христос, который переходил с места на место, непрерывно проповедовал. Проповедь о Христе началась, когда был в яслях, проповедовали о нем ангелы. Проповедь его была 12-летнего, и проповедь его была тогда, когда он висел на кресте и сказал, совершилось спасение наше. И мы это спасение должны возвестить миру, который еще во многом ничего не знает о Христе. Аминь. Продолжение следует...